Электрон Профессор Рассказывайте Итак Машиндрам Ну название говорит само за себя Это драм-машина Но сказать, что это драм-машина Это будет мало Да, очень мало Драм-компьютер Что себе представляет инструмент? Это инструмент 16-дорожечным секвенсором На каждую дорожку которого Может быть назначена Как я уже упоминал в предыдущем ролике В терминологии фирмы Электрон Так называемая машина Проще говоря, какой-то тип синтеза Который имитирует в данном случае Ударные инструменты Ну например Подождите, друзья, друзья Давайте разберемся Я правильно понимаю, что это 16-дорожечная драм-машина Это драм-машина с 16-дорожечным секвенсором Круто! Это Это Да Итак Значит, что здесь у нас есть? Есть Разные типы синтеза Ударных Есть типы синтеза Имитирующие Раритетные драм-машины Ну например, там Известные машины фирмы Roland С начала 80-х годов Это вот эти самые любимые драм-машины фирмы Roland И это все здесь есть? Да, безусловно Прекрасно Мне кажется, знаешь Извини, я вот тебе прибью Мне кажется, это напоминает немножко телемагазин Но я даже рад Я рад на самом деле этому И вот сейчас рассказ про бочки Я думаю, он покорит всех Да Так, что еще есть? Есть FM-синтез FM-синтез Ударных Есть здесь зашитые сэмплы Драм-машины Тоже там середины 80-х годов Есть очень интересный тип синтеза, кстати Мой, кстати, любимый Физическое моделирование Где вы можете моделировать реальные инструменты Не какой-то абстрактный синтезированный звук А, скажем, акустический инструмент Что, кстати, очень важно для людей Которые любят вставлять всякие Ну, не синтетические инструменты А всякие Этнику Ну, например Да То есть я правильно понимаю Здесь у нас есть, значит, выбор синтеза И выбор машин И еще с каждым типом синтеза мы можем работать В принципе, это гибко То есть это не какой-то там сэмпл прошитый Да Прекрасно Это не просто сэмпл А именно Можно гибко рулить Каждый инструмент Не только там Питч И там Фильтры и что-то еще Но и там Такие параметры интересные Как натяжение Мембраны Продолжай Там Какие-то Нет, нет Ты не останавливайся Я на самом деле Слушай, все Мой интерес уже возбужден Да Да Что еще? Что еще здесь? Есть так называемые машины Которые могут обрабатывать Безусловно, внешний сигнал Обрабатывать эффекты А эффекты здесь есть Эквалайзер Компрессор Дилей Есть мастер эффекты Есть так называемые Трековые эффекты На трековых эффектах Тоже есть дилей Есть фильтры Есть ухудшайзеры Ухудшайзеры Это ухудшайзер Наша любимая вещь Вот Что здесь еще? Есть очень интересная машина Для тех, кто любит экспериментировать Машина так называемая контроля Машина, которая позволяет вам Видоизменять Уже сделанный вами набросок Паттерн До неузнаваемости И тут же его возвращать обратно Что это такое? В принципе я могу показать Да Вот очень хотелось показать Это друзьям всем Друзьям Электрон Но я еще вот что хотел бы сказать ребятки Что Забегая немножко вперед Что данный инструмент Позволяет Реализоваться Всем вашим детским фантазиям А именно Стать популярными Стать известными Впрочем между известностью и популярностью Большая пропасть Потому что можно быть популярным Массовым И известным Среди своих друзей Вот Каким образом? Много видео ходят по интернету Где разные чудаки Профессионалы И не только Делают прекрасную музыку А теперь внимание Исключительно на одной машине А именно на машиндраме Ровно так же как они делают Музыку исключительно на одном На синтезаторе мономашин Но Самое интересное Опять же забегая вперед Это то Что в связке Эти приборы Дают Ну вообще Очень хороший результат А объясню почему Делать две Объединять две эти машины в одну Было бы несказанно дорого Настолько дорого Насколько вы можете себе это представить Вот Но И это собственно не сделали Да Но Если у вас есть возможность Собрать Так сказать Двойку Да А как известно из бокса Двоечка Дает всегда очень хороший результат Вот То Поверьте Вы сможете Реализоваться И вот эта материализация Чувственных идей В виде Я такой крутой Невероятно что у меня получается Все друзья завидуют Поверьте А это осуществимо Но Отступление было сделано Лирическое А теперь перейдем к технической части А именно к паттерну И вот к тому что вы сказали Профессор Да Ну я сейчас просто вкратце покажу Как это все звучит Вот Сейчас У меня здесь В паттерне забита Какая то бочечка Самая простая Я позволю себе добавить Что то такое стиле минимум ближе Да Кстати по поводу минимума Вы продолжайте Эта машина Интересна тем Ты говори говори я буду играть Ты будешь играть Так вот друзья Эта машина интересна тем Что имеет Шестнадцатидорожечный Драм секвенсор Где вы можете назначать На каждую из дорожек Независимый свинг То есть Что может это вам дать Ну вот например Если вы когда-нибудь Соприкасались с минимум техно Ну не просто слушали его там На танцполе А пытались его написать Ну наверное знаете Как оно движется Да Как оно переливается При отсутствии видимых изменений Так вот Все вот эти вот Кажемые Или явные изменения Являются ничем иным Как следствием свингу Свинга Ну по сути Свингуются каналы И вот на этом инструменте Можно настолько засвинговать их Что Трек получается Живой и динамичный То есть Уже на этапе формирования Драм секции Вот Свинг Ну здесь я уж конечно Свинг переборщил Да Вот переборщивать не надо Да Кроме того Отдельно На этом инструменте Вы можете настроить Не только ударники Что немаловажно Но Еще и Сделать басовую линию Причем Мелодичную Надо еще Обозначить один момент Пока Коллега Моби играет Что Данный продукт Имеет модификацию Юзер Вейва То есть Вы можете загружать Причем Юзер Вейва расширенного Вы можете загружать Определенное количество сэмплов Это позволяет вам В драм-синтезаторе Использовать Мелодические партии Любые Причем Достаточно Большого объема Что расширяет Очень сильно Ваши возможности То есть Это Можно сказать Делает Ваши Я не знаю Делает ваш лайф Не только разнообразным Но и профессиональным То есть как бы Расширяет Я не знаю Я наверное повторяю Но Наверное расширяет горизонты Потому что по другому Я думаю сказать невозможно Да Кстати это заводской патент? Нет это Я имею ввиду звуки Звуки Да Вот друзья Давайте на секундочку я заткнусь А Николай Лем Покажет вам Насколько вкусны Эти звуки Именно из этого инструмента Внимание Заводской патент Без каких-либо там Серьезных изменений Насколько Охудшайся Отлично Теперь возвращаемся кстати Да Да, вот кстати, а как тебе это вот удалось, вот взять, изменить, а потом вернуть все обратно? А, это вот помнишь, я упоминал машины контроля? Машина контроля, друзья? Да, да, да. Те самые машины, которые позволяют вам оперировать возможностями аппарата во время живого выступления. А я думал телевизор машины контроля. Ну, ты ошибаешься. А, да. Видимо, зря, друзья. Надо отметить, что, я думаю, не знаю, вот как лучше рассказать, мне или тебе. Ну, ладно. Здесь есть определенная опция, которая позволяет вам делать следующую штуку. Когда вы, например, в живом исполнении делаете что-то на сцене, с умным видом, конечно, с такой нормальной мордой довольной, и крутите ручки локов, а надо сказать, что на этом инструменте, поскольку это семейство электрон, присутствуют локи, то есть, когда вы зажимаете какую-нибудь кнопку и начинаете вводить изменения, вот, простите, вводить изменения, они, соответственно, запоминаются и присутствуют. Присутствуют. Но, когда вы переключаете кнопку в классический режим, из режима Extended, это вот, я как раз об этом говорю, в моменте, скажу, да, Live, то все параметры возвращаются. То есть, что это значит? Вы можете, пританцовывая, заводить публику всяческим изменениям синтезаторных всяких характеристик, менять синтез, и потом, в определенный момент, когда это достигнет своей кульминации, вернуться обратно, вернуться обратно, или переключиться на следующий паттерн. Или переключиться на следующий паттерн, что дает вам, опять-таки, гибкие возможности синтеза. Это, вот, я думаю, стоило рассказать. Что же еще? Что же еще? Здесь также есть и миди-секвенсор. Да, кстати, немаловажный момент, и я думаю, здесь стоит рассказать о нем поподробнее. Да, миди-секвенсор – это тоже машина, которую можно назначить на любой абсолютно канал. Теоретически их можно, сколько дорожек в секвенсоре, здесь их 16, сколько можно назначить миди-машин. То есть вы можете с помощью этой коробочки управлять, скажем, внешним каким-то оборудованием. Причем не обязательно, это может быть какой-то там внешний ударный инструмент, это может быть и синтезатор, он может играть и аккордами, по-моему, трехзвучиями, если я не ошибаюсь. Можно играть три ноты одновременно. То есть, в принципе, имея эту машинку или еще какой-то внешний модуль, можно вполне подыгрывать и какими-то инструментами, другими там синтезаторами, сэмплерами. Что немаловажно. Что немаловажно. Так вот, удобство, удобство – это очень важный момент в работе любого музыканта, особенно если вы сидите дома на неудобном стуле долгое время. Какое сравнимое ощущение, когда вы сидите дома в неудобном туалете долгое время, начинает некоторые места болеть неприятно. Шея, там, голова, что-то еще. Поясница. Поясница. Конечно, все эти моменты вы можете испытать и с этим прибором. Но поверьте, когда у вас все под рукой, это превращается в менее мучительный процесс и более скоростной. Я имею в виду с точки зрения написания. То есть, когда у вас все в одной коробочке, это чертовски удобно. Кроме того, друзья, стоит отметить, вот, джок-дайл. Это, казалось бы, такая, ну, пустячковая вещь. Ну, зачем вы ее сюда поставили? Ну, покрутить вот мне мартышки вот так вот. Нет, ребята, очень быстро, очень быстро вы можете осуществлять навигацию. Это переключение между дорожками. Да, те люди, да, между дорожками. Кстати, многие клубные товарищи очень любят переключаться между дорожками. Одна дорожка, вторая дорожка, а когда их 16, это вообще невероятное количество. Просто, понимаете, когда... Я почему так рьяно, вот, за удобство, потому что я любитель исполнять музыку в формате лайва. Да, это квадратики, квадратная жизнь, но удобство, это очень важный момент. То есть, когда вам не надо погружаться в меню и выключаться там от танцпола... Ответ найден? А дальше, да, дальше называется делайте выводы. Вы просто берете и делаете все. То есть, как бы, я не знаю, что еще можно придумать. Интерфейс отменный. Я думаю, что стоит еще вот какую вещь сказать. Поскольку, да, потрясающе называется. Поскольку, в принципе, продукция электрон не самая дешевая, будет, возможно, много недовольных возгласов. То есть, как бы, а почему так, а вот можно тут, а здесь. Я со своими коллегами не буду убеждать вас о преимуществах софта или железа. Просто каждый для себя выбирает свой путь, да, это как бы да. Но, друзья, те люди, которые... Я к вам обращаюсь. Те люди, которые понимают соль, они представляют себе, что из себя представляет железо. И вот, когда вы пользуетесь железами... Железами. Спортзары. Железами пользуйтесь, я говорю, как качок. Когда вы пользуетесь железками при написании музыки, вы уж начинаете в них разбираться. Так вот, у вас сейчас есть замечательная возможность прийти и, собственно, ручно потрогать, покрутить. То, что раньше, кстати, сделать было невозможно. Да, да, да. Приходилось зырить вообще непонятно что, как какие-то буржуи... Круто. Нет, друзья, этому пришел конец. Теперь можете прийти и сами это потрогать и узнать разницу между фиговой штукой и хорошей штукой. Нет, я не готов лажать всех других производителей, да? Раз у тебя на майке написано электрон. Но, тем не менее, делайте выбор правильный. Потому что вы, когда приобретаете машин-драм, вы получаете в одной коробочке массу преимуществ. Соединяя одну коробочку семейства электрон с другой, вы получаете вдвойне. Вы получаете очень большой набор инструментов для мелодиста и очень широкие возможности для человека, который занимается драм-партией. То есть, по сути, вы получаете рабочие танцы в каждой с посадками и завершает. Да. Кстати, Максим, я часто видел, что люди используют машин-драм в связке с макбоком, например, и там стоит у них Эбблтон. И все. И все. И все. И все. И все проблемы решаются одним. А, нет. Шелчком вот здесь. Да. Корректор. Вот сюда. Не мудрство и лукаво, я думаю, что стоит перейти к дискотеке. Давайте сделаем так. Я буду играть, а вы будете мне аккомпанировать, коллеги. Давайте. Я готов. Что? Да? Давайте. Включаем. Причем давайте ударники. Вот таким легким нажатием на клавишу появляются ударники. Причем не откуда-нибудь, а отсюда. Потому что многие думают, что это магия. Нет никакой магии. Сейчас, друзья, мой коллега Николай Лем случайным образом упал на клавиатуру и сделал паттерн. То есть, и готов его продемонстрировать, причем во всей красе. В прошлый раз я говорил жирно. Будет жирно, типа, да? Звук жирный. Вот смотрите, нет никакой синтезаторной части, казалось бы, да? А жирный звук есть. Отлично. Я думаю, что теперь стоит немножечко покрутить и показать машину контроля. В действии. Ну, я думаю, что можно немножко добавить нам звука, да? Мы же тут как бы одни. Вот она, вот она, музыка, которая заставляет женские трусы становиться мокрыми. Ну, то есть, когда они понимают, о чем идет речь. Давай, давай, вот так. Очень хорошо. Как это ты делаешь? Слушай, а здесь, наверное, есть еще котов. Котов, между прочим, это не котовский, это не котик, не прочее. Да что, котов, котов, котов. Подожди-ка. А это какая? Это вот эта кнопка, это... А, это вот этот рычажок. То есть, всего лишь вот так, двумя ручками. То есть, я правильно понимаю, что в режиме мьют он играет так же, как мы... Я не знаю, что... Шик. Граждане, это шик. Так, подождите, мужчина. Невероятно. И ухудшается. Мощь и дилетчик, все загадки. Шикарно. Это вот просто вот так. Да? Просто это вот. Причем, заметь, если ты ручку крутишь... Заметь, если ты ручку крутишь... Просто медленно, тем медленно изменяется значение. Вот, например, это особенно здесь. Я не могу просто так стоять. А если мне надо что-то сделать очень быстро на сцене, я просто нажимаю ручку вниз, вот так ли вот, и... И вот он, джок-дайл. Мы быстро-быстро переключаемся между дорожками. Давай, мочи! Вот. Я не ожидал. Ну, хватит меня терзать. Посмотри, значки уже возбудились. Ей-богу, друзья, вот так вот быстро, просто оп-оп-оп, а уже музыка, понимаете? Не каждый человек, использующий PC или Mac, может так быстро все сделать. То есть, вот, взяли, поставили, подключили, сделали. Взял моно-машину, поставил, подключил, сделали. Взял моно-машину, машин-драм, подключил, сделал, поставил, быстро готово. Ну, это, по-моему, шикарно, шикарно, учитывая за такую небольшую стоимость. Да, кстати, надо обязательно упомянуть, что этот чудесный аппарат, он продается вообще в двух модификациях. Сейчас здесь у нас модификация первая, так называемая, без сэмплерной опции. Есть еще модификация, так называемая, юзер вейв, что это все представляет. Это еще дополнительная память для ваших сэмплов. Друзья, когда вы встретите на коробке, вот такой значок, знайте, это а-му-ен-но. Ну, то есть, конечно, вот так тоже хорошо, но, друзья, ну, как бы, ну что, если у вас есть линкольн, зачем вам больше, наверное, не очень хорошие сравнения. Но, тем не менее, да, если у вас есть возможности и желания, вы можете приобрести этот аппарат в двух модификациях. Сэмплерной опции, где вы можете записать свои какие-то сэмплы, и они будут храниться в памяти. Плюс там еще появится возможность так называемого лупера. Не боюсь этого слова, да. Ну вот, можно будет сэмплировать с внешнего источника, скажем, диджейский сиди-проигрыватель или что-либо еще. Тут же на ходу это видоизменять, запоминать постоянную память, тут же стирать и сочинять новый патент. Так что вот. Это прекрасно. Мальчики и девочки, юноши и девушки, бабушки и девушки. Если вы смотрите вот этот вот прекрасный выпуск и видите нас, и видите компанию Электрон перед собой, знайте, что вы смотрите Мюзик Маг. Так что, если у вас, друзья, есть какие-то вопросы, вы можете их задавать в комментариях внизу, там на канале YouTube. «Мюзик Маговском». Как это? «Эклёз maintenance». Бууууууу! Да. Ну вот. либо же на форумах искать, и кто ищет, тот найдет. Кроме того, я думаю, что в ближайшее время состоится ряд семинаров по продукции компании «Электрон», где «Мердеятель». Ох, извините, извините, где вы сможете узреть ту самую черную коробочку воочию вживую, которая именуется «Октотрек». Да, кстати, я готов сейчас прямо ее продемонстрировать. Из первых рук, уже в Петербурге, хочешь потрогать, приходи на семинар. Вообще-то я хочу ее. Хочешь потрогать, приходи на семинар, а ты хочешь ее купить. Ну что ж, покупай, на. Нет, приходи. Приходи в «Мюзикмарк» и покупай. Нехорошо в камере поворачиваться спиной, но, друзья, все условности надо оставить, потому что сейчас мы говорим о новом витке развития петербургской электронной сцене, о появлении в Петербурге официально появление электрона, а ты думал как? Я рад. Я давно этого ждал, и теперь не надо ехать с тобой в Швецию. Да-да-да. Экономика. Спасибо, что смотрели этот прекрасный выпуск. С вами был РБО и… Николай Лен. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...